Матери Марии Египетские, Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. И я же молитвами, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Нельзя не говорить о преславных делах Божиих. Тот, кто умалчивает о них, кто скрывает чудные дела, совершающиеся со святыми людьми, тот приносит великий вред, делая духовное спасение своих ближних. И я, говорит святой Сафроний, патриарх Иерусалимский, не могу не рассказать дошедшей до меня святой повести о жизни преподобной Марии Египетской. Вот этот рассказ. В одном из палестинских монастырей, расположенных в окрестностях Кесарии, с ранней юности подвязался подвигом благочестия некий инок по имени Зосима. Благочестивые жизни, разумный в речах, известные чудесами и даром прозорливости, он до пятидесяти трок лет подвязался в постничестве, соблюдая все правила, преподанные жившими до него учителями иночества. И вот, когда Зосима выполнил все заветы этих учителей иночества, его мало-помалу начала смущать греховная мысль, что он будто бы уже достиг полного совершенства. Однажды, в то время, как он весь был охвачен этой горделивой греховной мыслью, ему явился ангел и сказал, Зосима, ты действительно усердно подвязался и доблестно прошел постнический подвиг. Но знай при этом, что никто из людей не может сказать о себе, будто он достиг полного совершенства. Так и ты. Есть подвиги, которых ты еще совершенно не знаешь, а между тем они значительно труднее, пройденных тобою. Чтобы видеть, какие есть еще иные, не пройденные тобою пути, ведущие ко спасению, иди в Иорданский монастырь. Поселившись в Иорданской обители, Зосима стал жить здесь среди дивных старцев, всецело предавших себя на служение Богу. Жизнь их проходила то в молитвах и псалмопениях, которые они приносили Богу от всей полноты своих сердец, то в занятиях телесным трудом, направленных к умершлению плоти и возвеличению духа. Уста иорданских старцев никогда не произносили праздных слов. Не заботясь о пробретении временных житейских благ, эти иноки во всем стремились лишь к господству души над телом. Поучение о Слове Божьем было для них лучшей и самой главной пищей. Тело же и свое они питали лишь хлебом и водой. В этом Иорданском монастыре был такой обычай. Первую неделю Великого Поста за литургией каждый причащался к телу и крови Господню, затем несколько подкрепил себе постной пищей, все собирались в храме для усердной коленопреклоненной молитвы. Здесь иноки прощались друг с другом, и каждый, падая ниц пред настоятелем, просил у него благословения на продлежащий подвиг. Отбирались монастырские врата, и при пении псалма «Господь, просвещение мое и спаситель мой, когоу боюсь!» Иноки выходили из обители и переходили через реку Иордан. Лишь один или два старца оставались в монастыре не для охраны его имущества, там нечего было похищать, а для совершения божественных служб в церкви. При этом каждый из иноков брал для себя немного пищи, кто хлеба, кто фиников, кто смоквы, кто моченую в воде пшеницу, а кто и ничего не брал, надеясь пропитаться растущими в пустыне травами. За Иорданом иноки расходились в разные стороны по пустыне и проводили все время великое поста в уединении, строгом посте и постоянной молитве. За неделю до воскресения Христова, праздник Ваи, все они опять собирались в монастырь, и никто из них не расспрашивал другого, как тот другой провел время в пустыне. У каждого свидетелями его подвигов должна была являться только его совесть. В силу такого обычая Зосима также направился за реку Иордан. Двадцать дней он углублялся в пустыню, думая найти там подвижника, который бы наставил его подвигом высшее совершенство. И вот однажды в полдень, когда Зосима приостановился и, обратившись лицом к востоку, стал усердно молиться, он увидел с правой стороны, как будто тень человека. Опасаясь дьявольское наваждение, старец осенил себя крестным знамением и продолжал молиться. Когда же молитва была окончена, он обернулся к югу и увидел, что к нему идет какой-то обнаженный человек. Тело его было черно от знойных лучей солнца, белые, как снег, волосы спускались до низу. Думая, что это один из пустынников, старец Зосима, как юноша, устремился к нему, но явившийся, заметив его в приближение, побежал прочь вдоль русла реки. Старец бежал за ним и со слезами кричал, «Рав, Бога истина! Жалься над хилым старцем! Зачем ты бежишь от меня, бедного грешника? Остановись, помолись за меня и благослови меня ради Господа Бога, который никого не отвергает!» Тогда неизвестный человек остановился на краю русла и ответил, «Блаженный Зосима, не приближайся ко мне, брось мне ногой женщине твою мантию, чтобы прикрыть мне наготу мою. Тогда я попрошу тебя благословить меня». Зосима, удивленный тем, что это была женщина, и в особенности тем, что она называет ее по имени, понял, что она знает его по откровению свыше. Он поспешил исполнить ее просьбу. Незнакомая женщина, прикрывшись плащом, перешла на берег, где стоял Зосима. Здесь они склонились друг перед другом на землю и просили взаимного благословения. При этом никто из них не решался по своему глубокому смирению благословить первым. Пустынница говорила, что она великая грешница. Зосима же указывала на свои великие грехи и недостатки. У обоих уста произносили одно и то же «благослови». Наконец, пустынница сказала, что у него Зосимы преимущественное право и даже обязанность благословить, ибо он священник. Такое знание его положения еще более смутило старца, и он вполне убедился, что пред ним великая угодница Божия. «О блаженная матерь!» – воскликнула Зосима. «Умертвив телесной немощи, ты приблизилась к Богу твоим благочестием. Не он ли открыл тебе мое имя и мой сан? Ты – великая подвижница. Поэтому я умоляю тебя благословить первой меня и помолиться за грешника, нуждающегося в твоей молитве». Настойчивость старца победила и женственно молитвенно воскликнула. «Милосердный Бог, хотящий спасения душам человеческим, да будет благословен вовеки!» Затем они оба поднялись с земли. «Аминь!» – ответствовал Зосима. Пустынница, указав на то, что сам Бог привел Зосиму к ней, дабы святой отец рассказал ей о жизни в миру, спрашивала, в каком состоянии находится теперь христианство, как живет и управляется Церковь Божия. «По благости Иисуса Христа Бог даровал Церкви благоденствие», – отвечал старец, и с еще большей настойчивостью просил Рогу Божию помолиться Господу за весь мир. Пустынница, обратившись к востоку и подняв руки к небу, едва слышно молилась. Тихая ее молитва долго лилась к небу, причем пустынница видимым образом поднялась над землей. Зосима, изумленный тем, что молящаяся поднялась от земли на воздух более нежели на локоть, в страхе востропитал, повергся на землю и только повторял «Господи помилуй! Господи помилуй!» Он думал, что это дух привидения. «Не дух я», – сказала пустынница, окончив свою молитву и, угадав мысли старца, «я тело и кости. Уверся, что я жена грешница, которую очистила лишь святое покаяние, да избавит нас Бог от великих искушений демона силою креста своего». Пустынница стала истово сенять себе крестным знаменем. Зосима бросился к ногам избранницы Божией, умоляя рассказать, кто она, какую и с какого времени проводит жизнь в пустыне, рассказать для спасения его собственной души и для назидания всех других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова